Добрый день! С вами канал Наша Любимая Дача. И сегодня, дорогие зрители и подписчики нашего канала, я хочу вам показать свой олеандр и что с ним случилось. К сожалению, в этом году лето было очень жаркое и очень сухое. Все было нормально, я его вовремя поливала, сбрызгивала, когда заходило солнышко, чтобы не пожечь листву. Но вот через время начали немножечко подсыхать листики. Я его занесла домой, поставила на восточное окно, так как на южном окне в другой комнате еще более палящие лучи, и я боялась, что листва сгорит. Все оно стояло там нормально, я вовремя поливала, вовремя за ним смотрела. Но, к сожалению, в течение нескольких недель листики стали подсыхать еще больше. Мне нужно было уехать на несколько дней, хотя дети все правильно поливали, как я им объяснила. Когда я приехала, вот с листвой произошло то, что вы видите. Она практически из себя высохла, осталось несколько нормальных листочков, и внизу буквально там один росточек. Я вот срезала вот эти веточки. Вот, посмотрите, но мне кажется, не знаю, получится что-то из этого или нет, потому что в сок не выходит. Да, я забыла предупредить, я это все делала в перчатках, это ядовитое растение, поэтому работы с ним проводятся только в перчатках. Сейчас я обрежу все сухие листики на самом растении. А вот я решила его пересадить, посмотреть, что делается, стоит ли за ним ухаживать дальше, нет, земляной ком. Вроде бы земля нормальная, и вроде бы, как мне кажется, корневая система живая. Ну вот, я вынула это все сейчас, пересажу в другую землю. Вот я пересадила. Внизу там есть росточек зелененький, ствол вроде бы живой. Все пообрезала. Вот посмотрите, что получилось после обрезки всех сухих листиков. Не знаю, теплится надежда, но, в общем-то, мне кажется, мало. Посмотрим, что из этого получится, я вам все покажу. Вот осталось, что от этого растения, растения рожки-доножки. Так оно выглядит. Я сейчас его полью, из пульверизатора побрызгаю на него, чтобы веточки тоже, посмотрите, я полностью пообрезала все сухие листики. Поставлю их на укоренение. Это растение у меня очень хорошо укоренялось, есть видео. Я потом все вам дам, плейлист с этими видео об этом растении. Вот капельки водички на нем. Занесу его и поставлю в квартире на тоже восточное окно, потому что сейчас нет смысла ставить на юг, потому что, чтобы оно не высохло совершенно совсем. Вот я полила это растение, сбрызгала. Ну, хотелось бы, конечно, посмотреть, что получится из этого. Буду вам показывать все, что с ним будет происходить, как оно себя будет чувствовать. А вот на следующий день показываю. Прошли сутки. Вроде бы нормально, не знаю. Те листики, которые зелененькие остались, они до сих пор еще зеленые. Ну, в сутки, я не знаю, играют какую-то роль в этом моменте или нет. Вот так оно выглядит. Так я не увидела, как оно цветет год этому растению. Ну, что ж, не знаю. Спасаем. Пока что спасаем. Если удастся спасти, покажу. Если не удастся, покажу вам тоже. А вот эти веточки без сухих листиков, я поставила водичку с медом. Будем надеяться, что они примутся. Итак, если вам понравилось это видео, заходите на канал. Будем смотреть, что с этим растением, как оно все чувствует. И всего доброго, дорогие друзья. До новых встреч. Пока-пока.